Здравствуйте, меня зовут Татьяна Кравченко и в этом видео я расскажу о значении цвета в одежде. Примеряя одежду мы всегда в первую очередь смотрим идет она нам или нет, но мало людей задумываются над тем, как цвет одежды влияет на наше настроение. Итак, давайте все это исправим. В этом видео я расскажу, как с помощью цвета в одежде выглядеть и стать тем человеком, которым вы хотите быть. Как с помощью цвета в одежде произвести впечатление на окружающих? Значение цвета вообще очень велико. Давайте посмотрим, что означают цвета. Белый цвет символизирует чистоту и свежесть. Носите его, когда хотите показаться здравомыслящей и аккуратной. Люди, которые любят белый цвет, стремятся к миру, согласию и гармонии. Изначально символизирующий достаток и роскошь, белый цвет и сегодня смотрится очень торжественно. Да и у белого цвета есть оттенки. Молочный, яичная скорлупа, слоновая кость, мел. Это далеко не вся палитра, которую вы можете использовать. Не забудьте найти свой оттенок и экспериментируйте. Серый цвет нейтральный, между черным и белым. Незаменим, когда нужно оставаться в тени. Подчеркивает нейтральность, стремление подчиняться правилам. Этот цвет равновесия. Темно-серый и светло-серый производят мягкое впечатление на окружающих. Когда вы хотите расположить в себе собеседника, надевайте костюм именно серого цвета. Окружающие люди воспринимают вас как человека, который готовите на компромиссы. Это классический базовый цвет. В одежде этот цвет нужно оживлять каким-либо другим. Потому что если вы будете носить только серый в сочетании с белым, это будет выглядеть скучновато. На нем прекрасно смотрятся яркие аксессуары. Например, зеленых или желтых тонов. Этот цвет просто ненавидят люди, которые являются легкомысленными, импульсивными натурами. Если вам до этого времени не нравился серый цвет, присмотритесь к нему теперь. Поэкспериментируйте с нарядами этого тона. И возможно с помощью одного лишь цвета вы сможете постепенно изменить ваш характер. И сделать его таким, о котором вы уже давно мечтаете. Коричневый цвет это деловой повседневный цвет. Хорошо подходит для деловых костюмов, офисных джемперов и блузок. В них вы будете выглядеть спокойно и солидно. Но это не лишит вас обаятельности. Черный ассоциируется со всем формальным, официальным и обладающим силой. Говорит о вашей серьезности. Черный говорит о том, что вы просите не вторгаться в личное пространство. Черный цвет стройнит. Поэтому многие дамы злоупотребляют этим цветом в одежде. Что приводит постепенно к меланхолии и грусти в их гардеробе. Помните, что черный цвет угнетает нервную систему. Поэтому если вы будете ходить на работу постоянно в черном костюме, то это ни к чему хорошему не приведет. Вы постепенно можете стать депрессивным человеком, которого уже ничего в жизни не радует. Окружающие подсознательно связывают черный цвет с горем и злобой. Поэтому не носите часто одежду этих тонов или добавляйте в свой образ яркие акценты. Когда вы надеваете одежду красного цвета, будьте готовы к повышенному вниманию со стороны окружающих. Это цвет лидеров. Красный цвет в одежде это очень сильный образ. Все будут пристально наблюдать за вами, соответствуете ли вы ему. Красный цвет моментально говорит людям, что вы смелый властный человек, возможно вспыльчивый. Вы любите быть в центре внимания, потому что в одежде красного цвета невозможно остаться незамеченной. Робкий застенчивый человек никогда не наденет яркое красное платье или костюм. Знайте, что спокойные люди будут воспринимать красный цвет в одежде как сигнал тревоги и опасности. Если вы будете носить одежду красного цвета каждый день, это не принесет вам здоровья, потому что ученые доказали, что красный цвет учащает наше дыхание и сердцебиение, а также повышает давление. Носите этот цвет два-три раза в месяц на званные вечера или какие-то интересные мероприятия. Желтый цвет – это цвет радости. Он поднимает настроение и придает бодрость. Но знайте, что желтый цвет интуитивно отвергается и вызывает раздражение у уставших людей. Поэтому не надевайте его в офис или на деловые встречи, потому что ваш наряд может вызвать негативные к вам отношения. Также ношение одежды желтого цвета длительное время может вас утомить, поэтому рекомендую носить этот цвет не чаще двух-трех раз в неделю. Положительное в этом цвете то, что когда на вас надета одежда желтого цвета, окружающие ощущают себя с вами свободно и легко. Желтый цвет настраивает нас всех на позитивные мысли. Этот цвет очень подходит для жаркого времени года. Зеленый цвет лучше всех воспринимается нами, потому что он приятен человеческому глазу. Глядя на зеленый цвет, глаз расслабляется, нервная система приходит в спокойствие. Это цвет природы, зелени. Зеленый цвет успокаивает и умиротворяет, снимает напряжение. С вами окружающие будут чувствовать себя спокойно. Секрет использования этого цвета в том, что можно обрести уверенность в себе через зеленый цвет. Надевайте одежду приглушенного зеленого, оливкового или, например, темно-изумрудного цвета. И окружающие воспримут вас как самостоятельную и уравновешенную личность. Кроме того, зеленый цвет – это цвет счастья. Поэтому его любят люди, которые либо уже счастливы, либо еще в поисках своего счастья в любом проявлении жизни. Синий цвет вызывает ощущение спокойствия и одухотворенности. Но это должны быть не очень темные тона, иначе они могут, наоборот, вызвать меланхолию. Синим цветом связано постоянство и организованность. На окружающих синий цвет действует успокаивающе. Вы выглядите очень уравновешенным человеком в одежде синего цвета. Это цвет заботы и чести. Вы сразу характеризуетесь как человек, который может сконцентрироваться и решить важные вопросы. Одежда голубого цвета символизирует лояльность и доверие. В жаркое время года голубые тона в одежде придадут прохладу. Это цвет романтиков и мечтателей. Голубой цвет говорит о том, что вы любите странствия и приключения. Вы готовы к переменам в жизни. Голубой цвет ассоциируется с небом и морем. Поэтому он говорит окружающим, что вы легкая и воздушная натура. Люди, которые не любят спокойствие и отдых, не имеют в своем гардеробе одежду голубых тонов. Фиолетовый олицетворяет женственность и романтику, раскрывает творческий потенциал. Он оказывает гипнотическое действие. Избегайте носить его на деловые встречи. Окружающие воспринимают вас как творческую личность, имеющую нестандартное мышление. Если вы очень любите этот цвет, значит вы креативный человек с яркой индивидуальностью. Уверена, что эта информация для вас была полезна. А теперь давайте разберемся, как с помощью цвета настроиться на нужный лад. Допустим, вы после работы пришли домой и хотите отдохнуть. Смело надевайте халат или другую домашнюю одежду светло-голубого, зеленого или серых тонов. Именно такая одежда подарит вам чувство спокойствия и умиротворенности. Нежные цвета помогут вам быстро восстановить силы после трудового дня. Когда вы хотите заняться активным спортом, например, бег, фитнес, аэробика, танцы, одежда красного цвета и желтого цвета наделит вас энергией и жизненной силой. Станет для вас отличным стимулятором в решении вашей задачи. Когда вы заняты умственной нагрузкой, надевайте одежду желтого цвета, потому что этот цвет обострит ваши мыслительные способности. На деловые встречи или просто на работу, или, например, на бизнес-ланч, надевайте одежду серого, коричневого, зеленого, оливкового или темно-изумрудного цветов, а также одежду черного цвета. Выбирайте одежду, которая вам нравится в соответствии с полученной информацией, и вы будете выглядеть и чувствовать себя превосходно, а люди окружающие вас будут воспринимать вас именно так, как хотелось бы вам. Большое спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, потому что вы будете в курсе всех интересных и полезных для вас новостей. Всего доброго и до встречи!